а чё вы чё работаете или чё да работаю здесь людям рассказываем о боге потому что здесь собралась вся мерзость какая только есть на земле блудодеяние ругательство и со сквернения блудодеяние сплошное идет и мы им говорим о суде божьем что за это будет вот так а вы чё в церкви работаете или как работаем мы работаем всю жизнь но я просто рабочий чтец церкви имею право говорить проповеди бред у меня священник мы встречаемся с сектантами с еретиками сколько людей уже пришли стали православными а то безнадежность когда бога нет тут ничего не сделать мы строим православную деревню где нельзя пить курить материться воровать это все соблюдается а вот кто в церкви их работает он что они зарплату получают или как у них это все происходит кто работает священник священники все про всех я не знаю десятина должна быть включена у нас нет ни продажи не с тарелкой не ходят воск покупает на пасеке сестры чистые лютву священник сколько надо батюшка поставит это можно избежать если бы начать трудиться над собою у нас нету того что бокала церкви стояли просили нищие мы сразу узнаем чем имеют нужду чтобы человека поставить на ноги дать ему работу а вы кстати не знаете у меня тут родственница одна есть кто же все и раз кто родственник родственница есть бабушка старая у нее квартира тут горела на днях где просят это это помощь соцзащиты или как она называется но еще не помогает никто ей да но но на пенсию то получает да да ну а что еще нужно то какая еще помощь я не знаю у меня тоже пенсия невелика 8000 141 рубль 33 копейки но я же живу дело в том что у него вся квартира сгорела вообще жить даже невозможно а почему она сгорела сгорела почему света не было она свечку хотела зажечь она упала и все сама не смогла потушить пока тушила уже все разгорелось ну не знаю как так сразу упала и сразу загорелась и не могла потушить не знаю она старая 69 лет ей сколько 69 69 мне 81 у нее она сейчас в больнице лежит с отравлением угарным газом уже диагноз поставили тоже шизофрения короче там все в кучу у нее ну как то надо на бога надеяться и трудиться это все последствия юности жизни живут без бога а потом у меня счета не так то не хватает но как жил-то жил для кого для лукавого но от него и помощь тебе нету а когда человек живет с богом господь испытывает его и дает посильное искушение чтобы можно было выдержать бога прославить а вот и чего вот тут живете ну что тут мы видим какая тут мерзость это содом и гоморра и мы тут проповедники пришли с людьми беседуем рассказываем читаем евангелие псалтырь наставить на истина у нас большие ресурсы мы говорим где у нас youtube канал какой сайт у нас у нас везде есть свои страницы чтобы люди заходили узнавали волю божию кстати знаете еще какой вопрос есть у меня недавно бабушку хоронить хоронили и она когда лежала на похоронах в руках делали держала иконку маленькую и сейчас эта иконка у меня и на в церковь отвезти или как чё сделать а почему вот просто кто то что надо отнести кто то что пусть дома будет а как она в руках у нее оказалось кто-то вложил ей ну когда лежала в грубу когда хоронили она у него в руках было да но зачем это делать она мертвая уже ничего не надо зачем ей иконку дали а теперь что делать сами себе хомут надевают мы никогда этого не делаем и хочу отродить или как я не знаю ну зачем это традиция надо делать по слову божию жить молиться если она была верующая помини рабу свою а если неверующая ничего уже не поможет за неверующего ни одной молитвы нету только когда живой был молитва была за обращение его чтобы он принял христа воскресшего как своего спасителя как-то впустил в сердце и жил для бога сердце наполнить господом ладно спасибо вам большое а вы знаете что вы заходите по скайпу скайп у вас есть да есть запомните игнати лапкин запишите чтобы не забыть меня вы выйдете на меня я вам скину наши ресурсы но вы напомните что были в чат рулетки в этом саду игнати лапкин сейчас игнати лапкин да вот если вы сейчас зарядите запомните канал напишите канал во свете библии игнати лапкин попробуйте открыть канал канал во свете библии во свете библии игнати лапкин сейчас откроете наш канал канал очень большой семнадцать тысяч триста наших роликов так как называется вот вот свете свет свет как оттуда как от солнца и во свете библии игнати лапкин обязательно пишите и тогда откроется открытым оком игнати лапкин да подписаться все нашел вот нашли теперь можете заходить смотреть а там не надо не регистрироваться ничего вы там найдете столько я отвечал на 4124 вопроса студентам университете занятия вел университетах разных радиопрограммам когда там 55 папах и зайдете сайт второе значит зарядите также во свете библии но через google через google сайт 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 игнати лапкин и там вы найдете сокровища там сорок одна книга мной написанная вам будет это очень полезно книги в пророческом духе особую силу имеют для человека потому что все на слове божием в каждой книге около трех тысяч ссылок на библию там же когда откроете там на первой странице к истину православия называется эта книга моя я ее 40 лет готовил это материал огромное просто огромное огромное 50 книг аудио там насчитаны мной 12 томов златоуста жития добротолюбия библия вас как звать то константин константин то есть будь постоянный по прямой иди не сворачь это имя ваше означает константа вот так держите за господа и он вас не оставит вот видите как хорошо что мы встретились теперь вы зайдете по сайту по skype 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 игнати лапкин и я вам сразу скина то 4 москвы до 4 весь ночи до 4 дня в это время можно ко мне заходить с богом константин храни вас господь до свидания и так а для пользы тут непрерывно пьют и едят пьют и едят нигде больше этого нету ни в одних ресурсах а никто не знает его зачем вы пьете это вода это чай но зачем чай-то на глазах пьете то ну вот они попей потом вернись не знают игры вы пытаетесь залить блудное пламя огонь геенский который в людях горит они не знают ничего вот вы сейчас как вот смотрите губа там спрятала наполовину вы похожи на медведева димитрия председателя совета министров похоже похоже вот сейчас бы еще маленько чуть чуть пониже вот это глаза и и сейчас вот так рта вот так вот а похожи а мне знаете раньше говорили что я на шайгу похож на может быть даже и так но я вот сбоку мне так видится но это дело между делом у вас вопросы духовно если есть о душе о вечности о будущих судьбах мира вы можете мне задавать смотрите вы два слова себе запомните что скажу и вы и дам ключи вам к великим богатством запишите игнатий лапкин это я запишите игнатий лапкин а вот где найти игнатий лапкин skype найдете skype запишите игнатий лапкин я один с этой фамилии один все я понял понял вот я вам скину наши ресурсы у нас огромный ресурс огромный сайт на ю тубе у меня 17 тысяч триста роликов мы строим православную деревню с нуля вы увидите как у нас служба идет так что игнатий спасибо вам да игнатий лапкин в skype если только когда зайдете скажите что мы встречались здесь вас как звать то евгений евгений это означает почтенный породистый да 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 господь вас сохранить чтобы не осквернялись разной мерзостью которая здесь это ваше имя то означает спасибо даст бог вам здоровья и вам также и вашим родственникам храни вас господь с богом мы в барнауле а у нас у меня книги вышли 38 томов и мы проехали до владивостока и потом до лиссабона прибалтика скандинавии я везде 650 городов районных центров подарил полный комплект книг каждый комплект 750 евро это бог так положил на сердце мы 120 тысяч километров прошли три раза вокруг по экватору это вы все там увидите какие там как у тебя в университетах пяти вел занятия как люди обращались как за слово божье меня садили как в тюрьме был все все вы увидите притом ни слова ни правды нету мы верующие мы знаем ложь от сатаны вот смотрите мы показываем людям чтобы люди знали слово божие а youtube вы можете сейчас прям зайти во свете библии игнати лапкин во свете библии и запомните ну да всего хорошего с богом храни вас господь евгений у меня вопрос следующий да если все по замыслу господним так у всех людей есть судьба правильно слово судьба иоанн затауз говорит да он знает 138 псалме написано так зародыш мой видели очи твои в твоей книге я просил не курить вы можете не курить пока разговариваю в твоей книге записаны все дни для меня назначены когда ни одного из них еще не было то есть господь знает но судьбы что непременно я должен так этого нету то есть мы можем сами избрать жизнь и смерть благословение проклятие господь предложил но зачем вам умирать изберите жизнь господь бог да я знал заранее вы только не ругайте давайте договоримся чтобы ни одного плохого слова не говорили хорошо ну как есть ну чтобы не ругались не матерились ну хорошо ну потому что так вот вы вас интересует занаряжен человек и может ли он избрать лучше если у него судьба другая как вы думаете так этой судьбы нету я вам показываю что наши ответы наши ответы идут евангелие от мотфея я отвечаю я отвечаю отвечаю евангелие от мотфея 11 глава 28 стих там написано так господь придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас если у человека нет свободы он не может прийти а у него свобода прийти или не прийти наркотики глотать или жить что-то у вас там это я не знаю почему так интернет так плохо работает слова сдвоенные мы православные вы ругаетесь что вы ругаетесь я говорю вы ругаетесь я не ругаетесь где же я ругаюсь нет я ни одного ругательного слова не сказал извините если вам показалось что я ругаюсь да показалось потому что какие-то сдвоенные звуки идут но нам заразу льда чтобы мы прислонялись к истине а не к обману от нас это зависит я верю православную веру она самая добрая и хорошая из всех своих пятерых детей крестил православную веру но если вы вы православную хоть они даже и не осознают во что я крестил они осознают как можно тоже 5 человек а он даже не осознает его да так я вам скажу одно что так я вам я хочу ответить вы помолчите сейчас маленько я вам отвечу послушаю очень внимательно мы не веру проповедуем какую-то а христа спасителя который взял грехи мира на себя ни в одной вере спасителя нету только в христианстве а из христианства из христианства православная церковь идет от самого начала от христа от апостолов и поэтому она вызывает уважение сходить надо в храм исповедаться если священник допустит причастить а вы не курите пожалуйста видите как вот вы не можете даже не курить ну беду 10 минут не умрете же я горит бросить могу но как бросишь так поднимешь библии написано делающий грех есть раб греха но если сын освободит и истина свободно будете люди не могут нет наркотиков отстать ничего нет а господь помогает он исцеляет человека иисус христос какая другая вера ты где бы ты не был без христа тебе не спастись никак нет другого имени под небом данным человеком которым надлежало бы спасти деяние 4 12 душе о спасении а жизни в боге чтобы после смерти не в аду гореть сатаною а жить со христом в старстве небесном а вы батюшка что ли батюшка для вас достаточно будет чтобы слово божие осветило разум дабы жить по-божески не я не хочу тут делаем что христос умер и воскрес для нашего оправдания понятно